Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о спортивной истории, связанной с городским округом Люберцы. Прежде всего, конечно же, с командой «Торпедо» Люберцы. А еще вспомним знаменитого игрока. Но обо всем по порядку. Сразу же представляю вам наших гостей. Это Владимир Петрович Малахов, руководитель футбольного клуба ветеранов «Торпедо» Люберцы. Один из организаторов футбольного движения и всевозможных мероприятий, которые посвящены этому виду спорта. Ну и, конечно же, ветеранам в том числе. А также Михаил Васильевич Христич, старший тренер футбольной школы ЦСКА. Вот так вот у нас «Торпедо» и «ЦСКА» в одном эфире, по дружбе, что называется. Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации. Сейчас мы поговорим с ними о том, что же у нас запланировано этой осенью, потому что не просто так мы здесь собрались. Во-первых, рад вас приветствовать, потому что для нас футбольная жизнь – это такая дополнительная история, наверное, жизни каждого спортивного болельщика. Ну, в том числе и тех людей, которые здесь живут, в городском округе Люберцы. Скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас планируется турнир. Да? Небольшой, но турнир ветеранский. Вот расскажите, что это будет, кому посвящен. Начинаем мы с вас, Владимир Петрович. Ну, начну я тогда, да. У нас турнир будет уже. Он традиционный турнир у нас. 6 ноября 2006 года ушел из жизни Василий Николаевич Дрюкер. Это легенда люберецкого футбола в 60-х, начало 70-х годов. Я тоже тогда еще был пацаном, когда… Это предыдущее поколение, когда торпедовцы в 60-е годы выиграли чемпионат Московской области и кубок. Вот. Сделали дубль, будем говорить так. Хотя потом, уже вот спустя некоторое время, 3 года назад или 2 года, наши торпедовцы повторили. Когда вот Антонов был тренер, и команды хорошие, Люберецкий наш торпедовцы тоже и кубок, и выиграли чемпионат. Ну, а Василий Николаевич. И понятно, это была утрата, его как бы все почитали, уважали, ценили. И после закончил как футбольную жизнь, он работал на стадионе, мы вместе с ним потом… Он и судил, и каток заливал, мы вместе как бы жили одной жизнью спортивной. Вот. И сразу понятно, это была утрата для нас, все мы сожалеем, всех ветеранов чтим. И организовали турнир, вот. Вот. В этом году уже будет 15-й турнир по счету. Немножечко пандемия нам мешает вот это дело. Ну, все равно директивы губернатора Московской области мы соблюдать стараемся. Но все равно 7 ноября планируем… Ну, благодаря тому, что на улице все… Да, да, на улице и без зрителей. Это вас и спасает. Да, да, да. Зрителей, к сожалению, не будет. Да, и мы планируем провести этот турнир. Хотим тоже, но все равно собрать ветеранов. Вот. Михаил Васильевич, который с ним вместе играл, это, будем говорить, тоже то поколение ветеранисты, ветеран либерецкого футбола. Вот. Анатолий Георгиевич Яковенко еще, там, у 82, ну, вы знаете, тоже он, тоже, как бы, сейчас немножечко там на карантине соблюдает. Ну, на… Ну, вы же, наверное, что-то будете снимать, что-то покажете, то есть… То есть, турнир будет, это главное. Главное будет турнир, спорткомитет, призы, все, как положено, там уже приготовили. Вот Андрей Вячеславович все там старается делать, и футболочки памятные, и турнир юбилейный. Вот и хотим всех ветеранов, кто постарше, и мы уже сами, нам по 60 и больше тоже пригласить, вручить, это будет приятно. А это самое дорогое, это память о человеке, и мы все сами собираемся, поиграем в футбол, вспомним, ну, молодые годы, ну, вот так как бы. Ну, здорово, и я думаю, что это, конечно же, еще хороший и такой знак для молодежи, даже несмотря на то, что зрителей не будет, все равно о турнире будет известно, о нем напишут, о нем расскажут. Михаил Васильевич, скажите, пожалуйста, вот что для вас, когда ветераны, когда, казалось бы, уже многие в разных профессиях, да, сидят дома, занимаются внуками, правнуками некоторые даже занимаются, а вот вы продолжаете активно продолжать футбольную историю, это, наверное, без этого невозможно жить. Ну, вы знаете, прожив эту жизнь футбольную, дальше хочется, ну, естественно, возраст берет свое, и мы переходим в другую стадию возрастную, а и собираемся, играем. Да, уже, как говорят, не те скоростя, да, но любовь огромная. И у нас, я вам скажу, в Леберетском округе, всегда, вот я был вторым человеком по организации ветеранского движения футбола. После Виктора Андреевича Юшкина, он у нас основатель ветеранского, подчеркиваю, футбола, мы на Ковровом уже начали создавать ветеранскую команду. И мы уже участвовали в первенстве союза среди ветеранов. Еще советского союза. Да, мы ездили и в Харьков с ними встречались, и в Ригу ездили. Поняли, да, о чем я говорю? Да, времена какие были. Я могу перечислять много, но я застал этот период, я еще играл тоже за ветеранов и Виктора Андреевича Юшкина. Потом он немножко отошел, в связи с административными вопросами на Ковровом, я организовывал этот вопрос, взял под свои руки. Да, нам помогала организация хорошая, УМР, она в то время, в том плане, что они давали нам автобус для того, чтобы мы ездили. И вы представляете, у нас, вот говорят о ветеранах, какая любовь к футболу. Мы выезжали в пятницу вечером, всю ночь ехали в автобусе, в субботу играли, например, в Риге или в Харькове, и тут же возвращались, чтобы все, что, пришли на работу вовремя. Вот такая любовь, и отношение людей было к этому виду спорта, вы понимаете. Ну, оно продолжается отношение? Продолжается, сейчас Владимир Петрович, они продолжают, вот сегодня они продолжателям этого. Я немножко отошел, почему так, как я сейчас работаю, ну, уже давно, я остался один из ветеранов футбольной школы ЦСКА, вот я пока работаю, у меня нет такого времени, не позволяет. Я с детьми больше езжу, поняли, да? Кстати, а как дети сейчас, вот если сравнивать ваше время, да, дети, молодежь, я имею в виду, там, подростковый период, как вообще футбол, говорят, изменился очень сильно? Или, в принципе, нет? Как вам сказать, изменился, в техническом отношении, да, сейчас более технические немножко ребята оснащены и тактическом. Почему? Если мы раньше начинали, вот наш легенда люберецкого футбола Валерий Ефимович Карпов, тренер наш самый первый, и Василий Николаевич тоже у него был. Ну, занятие у нас было два-три раза в неделю от силы, понимаете, и мы начинали тогда с 10-летнего возраста, а сейчас у нас, вот, детишки, с 6-5,5, поняли, да? И пошли, и четыре каждый день, да. Понимаете, какая разница за этот период, насколько они технически оснащенней будут, правильно ли, потом? А отношения детей, как было, так и есть, я вам честно скажу, любовь, огромное желание, огромное. Ну, и мотивация какая, столько звезд. А мотивация сейчас даже выше, чем тогда, вы знаете, не буду подчеркивать. Ну, да. А вот скажите, как вот все-таки, вопрос к вам двоим, видите, потихоньку от ветеранского футбола и вообще к футболу возвращаемся к действующему сегодня. Все-таки многие говорят, что футбол 60-х, 70-х годов, да даже 80-х, ну, вплоть до 90-х, что это был футбол такой романтический, что было больше романтизма, меньше думали о деньгах, где никто особо и давал бы большие деньги, хотя, наверное, за определенные были машины, например, водорок или квартира, в зависимости от того, где играешь, в какой команде. Но это действительно так, что раньше был романтический футбол, а сегодня все-таки футбол очень математический. Дело в том, что, знаете, вот чем хороший футбол отличается, чем больше индивидуальности, личности, тем он интереснее, красивее, правильно? Ну, конечно. И зрелищно привлекательно. Сейчас он более такой командный, да, вы посмотрите, личностей стало меньше, тот, кто мог, я просто с футбольной логикой говорю, взять на себя инициативу, что такое, это лидерам, обыграть. Посмотрите, сейчас очень мало так. Психологические моменты, да. Ну, это человек может позволить раньше себе обыграть, ошибиться, ему не запрещали. Сейчас немножко скованно. О, потеря мяча, контратаки, быстро поднимают. Да, да, да. Да, и не успел, там, и тут же тебя наказали. А тогда рисковали. Риску больше было, поняли? И посмотрите раньше, как. Ведь основные атаки куда всегда кладут? Чтобы забить мяч, да? Значит, всё время мяч, а сейчас заперёд, пока. Сохранить мяч! Сохранить! Поняли, да? Больше... Владимир Петрович, а вы как считаете? Раньше, понятно, больше люди были во дворе, ну, деревенские ребята, вот я сам из деревни, там, они всегда были физически крепкие, вот, но у нас не было возможности где-то заниматься. Как правило, мы были сильные, бегали, выносливые, всё было, а технически это, опять же, зависело от людей. Вот у нас учитель физкультуры пришёл, до четвёртого класса практически физкультуры у нас не было, потому что, ну, в деревне, что там, так, в очереди. А пришёл фронтовик, всё, не сказать, что он, да, и он человек, который, ну, как бы, объединил нас всё сразу, мой отец как раз был там, председатель колхоза, колхозы были, и мы стадион за школой, там, всё, ну, лес кругом построили, всё, и мы через два года уже обыгрывали практически четвёртый, ну, где-то шестой класс, когда я ходил. Мы уже в районе все средние школы обыгрывали, на кожаный мяч ездили играть, а в седьмом уже в финале только нас, вот, Динамо-Цибрянская, я в Брянской области родом, оттуда, они нас обыграли только. И всё равно это было радостно, как всё, и мы потом, ну, будем говорить, на протяжении, я практически до 40 лет там приезжал, даже уже живя здесь в Люберцах, я приезжал туда, у меня было там 37-38, до 40 лет. У нас уже практически мало осталось, но всё равно совхозная команда существовала. Раньше там вот почему сделали в районе, пульки всегда были, и детский футбол был, кожаный мяч, всё это было здорово. Во дворе ребята играли, и вот как Михаил говорит правильно, они были более техничные, наш, никто ж, мы сами постарались обыграть одного, второго, Черенкова со двора вышел, Гаврилов, Кунцева, ребят, это великие люди, о них можно говорить сколько угодно. Ну и также и другие там, и брянские ребята, которые на серьёзном уровне играли. А сейчас они, ну, как бы, больше как роботы, их тренеры обучают, я говорю, они, будем говорить, как по шаблону играют, малая индивидуальность у детей. Хотя мы здесь тоже, несмотря на то, что мы ветераны, у нас и как бы задачи стоят, и развитие, и популяризация детского спорта. Мы сами хотим, чтобы у нас в Люберцах ребятишки росли. Вот давайте сейчас мы об этом поговорим, сделаем небольшую паузу. Да, и мы же только за то, чтобы мы с всем стараемся помочь, и с тренерами, со всеми разговариваемся. Сейчас поговорим об этом и о том, как ветеранское наставничество тоже работает. Это программа «Открытый диалог». Через некоторое время вернёмся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Владимир Петрович Малахов, руководитель футбольного клуба ветеранов «Торпеда Люберцы». И Михаил Васильевич Христич, старший тренер футбольной школы ЦСКА, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации. И мы продолжаем говорить о ветеранах футбола, о футболе как таковом. Сейчас мы ещё раз напомним вам о том, что турнир будет проходить. 80 лет Василию Дрюкеру, легенде люберецкого футбола. И всё это будет происходить здесь, на городском округе Люберцы. Несмотря на вот эту сложную ситуацию, да, всё-таки благодаря тому, что футбол... Я ещё помню, когда-то спорили, что вот футбол в зале – это не футбол, футбол только на улице, может быть. Поэтому футбол будет на улице, к сожалению, без зрителей, но такова наша ситуация. Но чуть позже я узнаю у наших гостей, кто будет принимать участие. Но прежде вернёмся к наставничеству, то, о чём вы говорили. А как совместить романтизм и вот это вот лидерство, лидерские качества ветеранов и сегодняшнюю некую роботизированность молодёжи? Наверное, Михаилу Васильевичу, прежде всего, всё-таки вы видите в ЦСКА, что происходит. Как сделать так, чтобы и как робот ты работал, но чтобы душа у тебя человеческая была в футболе? Ну, знаете, роботы, я не могу сказать, что у нас робот, футболисты. Да, но робот на поле не сможет выполнять те функции, которые подназначили футболисту согласно его позиции, правильно? Поэтому, да нет, дело в том, что, понимаете, сейчас как, над этим много работаем, ребят, индивидуально подготовим, индивидуально. Понимаете? Процесс обучения идёт он длительный, посмотрите, 10 лет практически ребята находятся обучением, так же вы в школе. Поэтому здесь разные формы применяются. Во-первых, мы объясняем им очень много в этом плане, что такое просто даже футбол, что он даёт конкретно этому человеку. Не только же ведь все будут играть профессионально в футболе, а дальше, что благодаря этой игре она ведь соединяет людей. Обратите внимание, сколько у нас и руководителей играют в футбол, понимаете? И просто людей. И просто людей. Ведь у нас есть ещё в Люберцах, пожалуйста, и любительские команды, которые участвуют, правильно, проводятся. Поэтому здесь сложно говорить, как-то роботизируя, вот это я фразу не могу. Хорошо. А вы чувствуете, что вот какой-то гениальный мальчик? Вот прямо вы чувствуете, там, Пеле, Марадона, Гаврилов, кто угодно. Вот гениальный. Можно это увидеть в детстве? Вы знаете, не хочу грешить и обманывать всех. Ну, нет такого, чтобы гениальный. Вот я пример один приведу. Недавно тут и в Манчестер-Сити его возили мальчика из Чертанова, там, 2005. Да, мальчик интересный. Ну, индивидуальность очень, личность хорошая. Да, да. Но ведь ещё проходят такие ступени. Очень сложная самая вещь для ребят, когда он переходит от юношеского футбола в мужской. Вот часто и в наше время, и сейчас есть ребята, которые не могут переступить этот порог и пропадают. А в юношах они просто личности, понимаете, и во всех сборных участвуют российские. А вот этот порог никак не могут. Почему? Психологически, как вы подчеркнули, не готовы. Не готовы. Да, внутренне не готовы. Почему? Потому что там уже требования выше. Получается, это тоже работа тренера. Обязательно. Вот над этим психологией надо в ребёнке выработать всегда. Да, даже фраза такая, мы говорим, выработать психологию победителя. Хорошо. А как вот сейчас в Люберцах дети, дети, родители? Сейчас же много всяких направлений, да? Да, очень много. Но футбол по-прежнему выбирают? Да. Ну, у нас в Люберцах больше, скажем так, звезда. Там Валерий Николаевич Толкович тоже молодец. Они там базируются на той стороне, на искре. Вот. Там все возрастают. Они играют и первенство Московской области, и первенство района. Вот. И есть там неплохие ребятки. Ну, скажем так, уже вот в наше время. Вот Яковлев в «Спартаке» играл, потом в первенстве Армении. Вальчик, я забыл его фамилию. Есть ещё талантные ребята, которые тоже на подходе в области, во второй лиге играли. Вот. Всё. И мы стараемся, чтобы было. У нас тоже будем как... Ну, мало у нас возможностей. И нет таких возможностей, чтобы были вливания какие-то денежные, финансовые потоки побольше. Надо хороших тренеров, чтобы ребята росли. Надо хороших тренеров. Да, хороших специалистов. У нас этой возможности нет. Я не буду уходить. Хотелось бы, чтобы руководство Люберецкого администрации городского округа Люберца и руководители спортивные... Ну, хотя бы я с Сурковым, со всеми мы контактируем во всех. И я тоже интересуюсь там и борьба, и бокс, и любые виды спорта, помимо футбола. Ну, хотелось бы, чтобы немножко больше оказывали внимания, и там ФОК, допустим, построили, и всё. Ну, опять же, не все доступны. Это хорошо, но вот здесь стадиончик с искусственным покрытием. У нас такой город. У нас, наверное, уже по 400 тысяч с новой Красногоркой. Ну, да, да, да. А у нас нет ни искусственного поля, ни нормального ледового дворца. Ну, всех посмотришь, есть. Я сам, как вот говорю, Михаил Васильевич точно так же. Мы раньше играли летом футбол, зимой хоккей. Ну, да, это была такая традиция. Так, помимо того, что другие имеют. А у нас этого нет возможности. Вот маленький стадиончик сделали, почему? И стараемся тоже, чтобы детишки занимались. Там КДСУШ, директор Коровкин. Вот она есть у нас в Колонском. Не торпеда, а КДСУШ. Занимается на торпеде. Вот сейчас чуть-чуть, видите, какие зимы. И поле не замерзает, и ничего. Только на искусственном, может, больше нет. Вот на этом поле и детишки маленькие играют, и мы ветераны, и любительскую лигу. Видите, мы какую пользу сделали, что стадиончик этот обустроили. Ну, этого мало, хочется еще. Хочется больше, но, говорю, ну, поэтому, говорю, чтобы там руководители нам всячески могли помочь тоже, если мы что-то просим сделать. Мы хотели, вот, в запасное поле тоже искусственный газон бы положили, там бы уже более солидно. Школу Гаврилова думали открыть. Ну, нет, у нас воды горячей на стене. Ну, много нюансов. Ну, то есть есть куда еще уложить ситуацию? Куда двигаться? Я думаю, что то, что вы сказали, сейчас услышали. Будем надеяться на то, что вы нам как-нибудь потом придете и расскажете, что получается. Мы же ходили тоже к руководству области, Габрилу, в частности, я там, ну, и Суркову потом ездил. Мы пробивали, там вроде как и деньги выделяются, или, может, хотели выделить, или, может, выделить. Вот сейчас пандемия на реконструкцию стадиона. Хотелось бы, чтобы было более обустроено и цивилизм. Понятно. И сейчас еще. И детскую вот мы хотим. Мы тоже как-то и года два назад там формочку ребятишкам купили, как бы подарили. Чтобы они играли. И ветеранов более возрастных чтим. И сами стараемся что-то делать. У нас ветеранское первенство, вот сейчас, 55 и выше. У нас и моложе ветераны. Если я просто говорю про тех ветеранов, которых я сам курирую, у нас 8 команд. Ни где в Московской области такого нет. 8 команд играют, 55 плюс. Вы представляете, это уровень какой. И недавно, как встретил Михаил Васильевич Скал, они в Харьков ездили туда, туда, туда. Мы по приглашению Витя Марканской, он тоже, ну, как бы, будем говорить, главный тренер, играющий в команде ветеранов. Он сам родом с Крыма, в Бахчисарае начинал. Там у него знакомые ребята. И вот сейчас Крым уже 6 лет, как будем говорить, опять к России объединились. И по приглашению председателя футбола Крыма, Витахи Юрия Александровича, мы взяли Гаврилу, ветераны для Берецкого торпеды. Вот с 3 по 8 сентября были в Крыму. Там у них такую шикарную академию, арена Крым сделали, что, будем говорить, при вложениях Федуна, Спартак отдыхает. Я только думаю, что что-то похожее у Галецкого в Краснодаре. Вы там не мой. Мы ходили, Гаврилов рот открыл. Там такое административное задание. Со всего Крыма собрали 155 человек, одаренных, разных возрастов. По 3 человека в комнате живут. У них там компьютеры, все. Класс, заходим, а как раз вот монитор стоит, и там тренер разбирает, как надо было передачу дать, куда открыться. Гаврилов сам рот открыл, говорит, нас бес и так снашал, а тут бы, говорит, нас вообще, мы из этого класса не выходили. Тренажерный зал, выходишь на улицу, 8 полей, 7 искусственных и одно натуральное. Вот первенство у них в Крыму, а вот на натуральном они играют. Вот для детей все условия есть, пожалуйста, они привлекают. То есть есть пример, есть на... Есть пример, и они тренеров хороших привлекают, чтобы все развить. Вот это... Хорошо. Давайте сейчас поговорим о вашем турнире, потому что время у нас потихонечку заканчивается. Кто будет принимать участие? Как будет проходить вообще этот турнир? Что вы расскажете? Ну, я скажу, Михаил Васильевич, значит, турнир у нас будет проходить, потому что мы, ну, ветеран Василий Николаевич, и как бы мы и детей подтягивали обычно. Ну, сейчас, видите, ситуация такая, мы только вот взрослые сыграем. А так обычно и турнир Родионова, и турнир Дрюкера. Мы старались и детишек всегда. Команды по четыре всегда обычно перед нами, потом мы играли. Но в этом году будет принимать у нас семь команд наш Люберецкий округ. Это Томилина, Краскова, Дзержинка, Котельники, Люберцык и гости из Калуги, ребята. Калужане, Тайфун. Они всегда к нам приезжают. Вот в августе у них тоже аналогичный турнир, там, памяти Круглова Юрия Аркадьевича, тоже там был футболист такой. В Калуге он тоже в Локомотиве играл, чемпион России. Мы у них были, они к нам часто ездят, вот они у нас будут играть. И также мы хотим пригласить всех ветеранов. Это вот как и Михаил Васильевич, брат его Владимир Васильевич, Юшкин, как мы говорили уже, Яковенко. Потом хотим еще Сережу Силкину пригласить. Ну, он такой же наш ровесник, ну, это наш воспитанник, играл от Динамо и тренировался. Вот, и всех хотим пригласить. Мы еще также всех этих ветеранов, вы помните, вот совместно летом ходили, поминали по кладбищу, зашли, вот, про Карпова Валерия Ефремовича разговор Михаил Васильевич завел. Мы пришли к нему, у него там, ну, не то, что я говорю, а могилочка оградки практически, она там, ну, старая, запущенная, там, скали. Мы стали узнавать, дождь где-то в Москве, родственников нет. Ну, вот думали, думали, но все равно вот недавно, как на той неделе, поставили ему оградку сами, поправили памятник, все там, ну, как бы, цветочники, все. Потом также ездили ребята, выпускники, вот, скажем, почему Торпеды Люберцы раньше, те ребята, которые играли в 60-х, а потом выросли, дошли, играли и в Динамо, Москва, и в Спартаке, там, и в ЦСКА, мы можем много назвать Люберецких, там, и Герасимов, Абрамов, там, все эти. Вот. И они тренеры, Хазов, это человек, который воспитал 58-й, 59-й, вот, 60-61-го года рождения, он много футболистов, которые играли на высоком уровне. И мы точно так же к нему и на могилочку съездили, собрали все ребята, вот, 58-й, вот, эти, нам уже всем по 60, за 60-х. Ну, понятно. То есть, все равно учтим, да. То есть, турнир в какой-то степени тоже... Да, и приехали сюда, детишечки пришли, поиграли, опять же, сыграли дети, мы им призы вручили. Потом, соответственно, помянули, по рюмке выпили, ну, как обычно, по-русскому. А сколько, Михаилович, сколько будет уйти турнир? Ну, вот, день, все. А, целый день, да? Нет, ну, не целый день, ну, с 10-ти, там, да. Не, ну, все зависит от того, по времени, сколько, по 15 или по 20 минут, понял, да? Как раз, да, понятно. Вот это, ну, с 10-ти до 2-х. Ну, мы будем надеяться, что погода вам тоже не помешает. Должна хорошая быть погода. Ну, что ж, нам остается только надеяться на то, что после турнира вы как-то это отснимите, что-то напишут об этом, что-то расскажут, вы расскажете это, пока у нас вот в пандемии, мне, к сожалению, зрителей нельзя пригласить, но ведь за 15-м турниром придет еще и 16-й. Да. Да, и будем надеяться, что в тот раз уже, конечно же, зрители придут, потому что мне кажется, что настоящие футбольные болельщики, конечно же, внимательно следят за сегодняшними командами, болеют за тех, кто бьется за первые места. Но ветеранов тоже никогда футбольные болельщики не забывали, и при их... А еще когда ветераны играют, участвуют активно в спортивной жизни, то это вдвойне интересно. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Мы желаем вам успеха в турнире, чтобы все прошло хорошо. Вот. У нас в гостях были Владимир Петрович Малахов, руководитель футбольного клуба ветеранов Торпеда Люберцы, один из организаторов люберецкого футбола, ветеранского и не только ветеранского. Михаил Васильевич Христич, старший тренер футбольной школы ЦСКА, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации. Мне особенно приятно, что когда-то он начинал играть в моем любимом родном клубе, родом я из Днепропетровска, теперь это город Днепр, так и называлась команда тогда. И тогда был главным тренером Лобановский. Чуть-чуть, совсем, потом его забрали уже в Динамо, Киев. Потом он был еще главным тренером Советского Союза. Они вышли с ним. Да, да, да. Вышли с ним. Вышли, вышли, да. Так что вот так вот жизнь связывает. Это то, о чем вы говорили, что футбол связывает людей. Спасибо вам огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова